Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Ну что ж, по всей видимости, помимо яркого зеленого, который мы увидим в этом ролике, также цвет наступающего сезона – это оранжевый. Оранжевый предложила Zara. Именно витрины Zara вы сейчас видите на своих экранах, и также оранжевый предложила Max Mara. Я очень рада, что Zara также предложила нам брюки с графичным принтом. Я много раз рассказывала, насколько они популярны в Италии. Сейчас перед нами витрины Max Mara, и посмотрите, как много оранжевого. Появилась, кстати, оранжевая обувь. И в этом сезоне оранжевый нам предлагают сочетать с цветом фуксии, и та же самая Max Mara показала и предложила сочетать яркий оранжевый с цветом бордой. Это очень неожиданно и красиво, и таких сочетаний на самом деле в последнее время мы не встречали. Max Mara также предложила так называемый наивный рисунок, наивный принт. Если в прошлом сезоне осенне-зимнем это были звери, то сейчас это фрукты. Новые коллекции разных марок также наполнены так называемыми зефирными цветами, то есть это все пастельные цвета, их достаточно много, они очень часто действительно освежают. Это очень красивая тенденция. Уже представлена новая обувь, как я говорила, очень много в весенних коллекциях обуви, которые на весеннюю традиционно здесь в Италии не похожи. Возможно, это связано с тем, что все-таки весной бывает холодно, и нам предлагают утеплиться, позаботиться о собственном здоровье. Вообще, можно сказать, глядя на стрит-стайл и на витрины, что закрытой именно обуви стало много. По всей видимости, она стала более популярна в Италии. Перед нами витрины со старой коллекцией, все вещи со скидкой, то или иной, больше или меньше, и я бы, конечно, присмотрелась к пальто в клетку, если вдруг у вас еще такого нет в гардеробе. Пальто в клетку смотрится очень эффектно в сочетании с яркими брюками, можно создать действительно очень красивый фэшн-смелый образ. На скидке также пошла обувь, украшенная цепями. Эту тенденцию мы увидели весной прошлого года, и она сохранилась в этом осенне-зимнем сезоне, и она перекочевала плавно, но тем не менее удивительно на самом деле и в новые коллекции весенне-летние. Сегодня мы увидим, как марка ТОЦ предложила большое количество обуви с большими цепями. На самом деле, меня это удивило, потому что мне казалось, что этот тренд настолько необычный, а что он очень быстро изживет себя. И когда я снова увидела цепи практически повсюду, я подумала, что, возможно, эти цепи как фурнитуру просто не распродали, не успели израсходовать, и поэтому в этом сезоне снова предложили. Но настолько много вот крупных цепей золотого цвета. Возможно, вы помните, а возможно, вы и не знаете, если вы новый зритель. Я крайне редко показываю магазины так называемого тяжелого люкса, точнее их витрины. Все достаточно стандартное, из города в город ничего не меняется. Пожалуйста, витрины Мю-Мю, они точно также оформлены в Падуе. И здесь, что называется, невозможно увидеть фантазию человека, который стилизовал вещи, которые предложены внутри бутика. Подобные марки высокого класса, они следуют определенным протоколам. И действительно, витрины не просто в одном городе будут идентичны витринам в другом городе, если говорить об одном и том же бренде. Но очень часто витрины, допустим, по всей Европе меняются в один день, и ассортимент, представленный на витринах, не должен отличаться. Марка Прада. Я к ней очень спокойно отношусь. Я не понимаю восхищения этим дизайнерским домом, потому что лекала мне не подходят. Одежда этой марки меня никогда не украшала. Но за что я искренне благодарна Праде за то, что она из сезона в сезон предлагает носить нам обувь, практически любую. Это и более элегантная, и изящная обувь, и, что называется, более грубая обувь на толстой подошве. Так вот, Прада настаивает на том, так же, как и Макс Мара. И очень многие, на самом деле, модные дома, они настаивают на том, что можно и нужно носить с носками либо гольфами. Действительно, это редкий прием. Он почему-то никак не приживается на стритстайле, но смотрится это очень женственно, очень мило, красиво. Перед нами витрина Гуччи, и среди сумок, которые вы видите, есть та, которую я выбрала в качестве рабочие лошадки, чтобы заменить свою сумку, которая очень многих раздражает. Но хотела сказать вам о том, что самым красивым на витринах Гуччи мне показались вот эти желтые носки. Но когда я присмотрелась, оказалось, что это манекен такого цвета. Не устаю напоминать, что юбка с пайетками, украшенная пайетками, это, скорее всего, тренд, который, я надеюсь, приживется, прекрасно будет смотреться под солнечными лучами, такая юбка. И посмотрите, Ralph Lauren предлагает подобную юбку со скидкой. Минус 30%, она стоит около 250 евро. Мне же очень понравилась юбка с бахромой. Кстати, бахрома как тренд сохранилась к моей радости. Я прям рада, что и пайетки, и бахрома, все это будет присутствовать в новом сезоне. И также тренч. Посмотрите, тренч выполненный из кожи, либо из материала его имитирующего, как в данном случае. При этом, скорее, это будет кожаный тренч из гладкой кожи, чем из замши, который мы сейчас видим на витрине. Это также тренд. Очень многие марки предложили подобные плащи. В основном, они чаще всего все-таки двухбортные. Идеальное платье для выпускного. Если бы сейчас мне предстояло праздновать выпускной вечер и наряжаться для выпускного вечера, я бы, безусловно, выбрала такое платье. Много тюлей, при этом немного все-таки рока в виде кожаных ремней. Это платье мне очень понравилось. Не знаю, у кого дочка должна наряжаться для школьного выпускного, возьмите на заметку. Это марка Элизабета Франки. Следующие витрины – это вещи со скидкой, но, тем не менее, можно позаимствовать, конечно же, белые брюки. Их будем носить и весной, да, возможно, даже и летом, если они будут выполнены изо льна. И мне очень нравится сочетание брюк на средней, либо высокой посадке, брюк палацу, либо прямого кроя с блузой. Кстати, деним я носила бы вот с такими босоножками. По всей видимости, это также тренд. Эти босоножки пошли на скидку, но очень многие марки уже показывают аутфиты, где используются джинсы, плюс блуза с бантом, либо с обилием брюшей. И в качестве обуви для джинсов мужского кроя, а-ля бойфренд, либо слоучи, выбирается обувь на каблуке и максимально женственно. Очень красиво. Одна из моих любимых формул, которую, кстати, я редко могу себе позволить, потому что на каблуках все-таки ходить, да еще долго ходить не очень удобно. Следующая витрина – это марка. Я все время забываю название, потому что я путаю с марками, которые между собой похожи. Но в любом случае, очень красивый трикотаж с пайетками, характерный для этой марки. Брунелла Кучинелли вспомнила. И очень красивый аутфит. Посмотрите, как просто. Юбка длинная, красивые босоножки на небольшом каблуке. Он может быть устойчивый, может быть тонкий. К аутфиту предлагается такая светлая сумка а-ля шоппер. На самом деле, очень простой, очень женственный, при этом пригодный для повседневной жизни аутфит. Витрины Макс и Ко перед нами. Это уже новая коллекция. Я говорила, что черно-белый принт будет очень популярен в этом сезоне. В прошлом сезоне это был горох, а в этом сезоне это полоска. И, внимание, появилась фурнитура серебряная. В прошлом сезоне практически невозможно было ее встретить. Мне очень понравился этот аутфит. Он очень сложный. Я думаю, что он мало кому подойдет, потому что разбивает на одинаковые пропорции силуэта. И нужно помнить, когда нам что-то нравится на манекене, что манекен имеет не просто высокий рост, но и также другие пропорции тела. Как правило, нижняя часть, то есть ноги, очень сильно удлинены у манекена. И то, что нам понравилось на витрине, не так будет смотреться на нас. А мы можем смотреть через призму того, что нам понравилось, и не всегда адекватно оценить вещь, которая нам понравилась, которую мы захотели купить. Весенние витрины. Посмотрите, очень много, как я сказала, серебряной фурнитуры. Вот такие штаны. Они называются а-ля пиноккио, то есть штаны, как у Буратино. Действительно, они слегка расширяются, укороченные. И это их как раз-таки отличительная черта. Не просто, что они расширяются. Расширяются многие брюки, а то, что они укороченные. Это то, что очень популярно здесь в Италии. Посмотрите снова. Любимый прием для Максмары, который также использует Макс и Ко. Нужно помнить, что это марки, принадлежащие одному концерну. Это раскладка по рукаву. Двойная либо тройная, это когда манжет видно, либо два манжета из-под верхней одежды. И, конечно же, рубашка. Очень любит Макс и Ко. Также Марина Ринальди. На самом деле, очень многие марки. И Максмара предлагает нам рубашку в качестве первого слоя. И этот первый слой в качестве рубашки способен собрать нам аутфит, сделать аутфит достаточно спортивный, более собранным, более красивым. И также таким же свойством обладают брюки со стрелкой. Вот они могут быть любого кроя. Прямые, заужающиеся, широкие, палаццо. Но если будет стрелка, то очень многие аутфиты станут смотреться лучше. И примером такого сочетания является, конечно же, пуховик плюс любые брюки со стрелками. На самом деле, очень сложно выглядеть в пуховике любой длины, любого цвета, красиво, по-стритстайлерски. Но с брюками со стрелкой это возможно. Следующая витрина привлекла меня, не столько ярким цветом, и как раз таки это зеленый, который будет в моде, хотя это вещи из прошлогодней коллекции. Нет, я хотела обратить ваше внимание снова на брюки с принтом. Принт чаще всего в Италии встречается на стрелке стале геометрически. Именно ему отдают предпочтение итальянке. Но на самом деле это может быть совершенно любой принт, в том числе и цветочный. Если вы не решаетесь на брюки с принтом, пусть это будут брюки яркого цвета. Они будут смотреться тоже очень красиво. Следующая витрина это Левиана Конти. Эту шляпу я бы, наверное, купила, уехала бы с ней из Болонни, но магазин был закрыт. Такие шляпы мне очень нравятся. Это что-то напоминающее все-таки классическую шляпу, но по форме похожее на очень популярную в этом сезоне панамку. Кстати, такие шляпы очень многим подходят, очень многим идут. Снова посмотрите, брюки в данном случае они на кулиске, но у них есть стрелки. Они не просматриваются, очень сложно снимать черные витрины, плюс пуховик. И это смотрится уже очень красиво и стильно. Очень интересный прием. Посмотрите, широкие сапоги поверх, тоже не очень хорошо видно, но тут вам придется довериться моему описанию. Поверх брюки достаточно классические. Смотрится на витрине интересно, но в жизни, скорее всего, брюки будут подниматься. Белый пуховик, будьте с ним осторожны. На самом деле, когда белый аутфит плюс белый пуховик, это может смотреться слишком в условиях города. И вот они, новые коллекции. Посмотрите, зеленый цвет, безусловно, будет цветом сезона здесь в Италии. Также синий, также оранжевый и фуксия. На самом деле, очень многие яркие цвета. Даже сложно предположить, какой бы не стал трендовым в этом сезоне. Яркая сумка зеленого цвета. Повторюсь, это витрине Левиана Конти. И здесь внимание, обращает на себя внимание, как раз-таки тот факт, что снова мы видим костюмы. В данном случае это джинсовый тренч плюс такие же, из такой же ткани, брюки. А в предыдущем варианте это был зеленый тренч и зеленые широкие брюки. По всей видимости, тенденция на костюмы, она сохранилась. И в этом сезоне нам предложили то, что в прошлом сезоне было редко встречающимся. Это именно верхняя одежда, которая координируется с первым слоем, в данном случае брюки. Витрина магазина Стефанель. И снова, очень люблю, всегда обращаю внимание, белая рубашка плюс худи. Попробуйте. Это красиво, это тепло, это необычно. Это прием, который редко кто-то использует. Вместо белой рубашки тоже практически под любой следующий слой смотрится очень хорошо джинсовая рубашка. Брюки с отворотами. Меня уже спросили, Яна, как вы считаете, будут ли они собирать рост? Отполнить и так далее. Да. И еще раз да. И как-нибудь в прямом эфире, когда будет чуть больше времени, я объясню, почему это связано с пропорциями. И это связано не только с тем, что силуэт разбивается, в данном случае нижняя часть, где у нас нога, на примерно одинаковые пропорции. То есть примерно 40% на отворот уходит. И 60%, если говорить о пропорциях только нижней части аутфита, приходится на верхнюю часть брюк. В данном случае это может быть деним. А здесь очень важно, что нет узкого перехода. Вот если бы у нас были сапоги такой высоты, такого бы эффекта полноты и укорачивания силуэта не произошло. А здесь нет сужения, и поэтому это происходит. Но более подробно я остановлюсь, повторюсь, в прямом эфире. Шляпа еще раз шляпа, посмотрите, красивая женственная обувь, скорее всего, вот такая формула. Красивая женственная обувь плюс брюки классический, либо деним, который очень напоминает мужской, это бойфренд, также слоучи. Это формула, которая будет предложена нам широко на витринах. Это формула, которую я призываю всех пользоваться, она очень простая, легкая. Обычные джинсы плюс футболка, либо белая рубашка, лучше блуза в этом сезоне. И женственная обувь, это обувь сандалии на каблуке, босоножки по-русски мы их называем. Это будет очень красиво и всегда уместно практически в любых ситуациях. Хотела сказать про цвет фуксия, который на самом деле, на мой взгляд, остался с прошлого сезона. Такое ощущение, что не распродали и решили прям-таки даже на распродажу не пускать. Все-таки сейчас, что называется, кому легко, а уж брендам, у которых вещи стоят определенных денег, тем более эти вещи не распродаются, не покупаются. Как справедливо написала зрительница под видео, где я показывала украшения на фоне белой рубашки, она написала, что белая рубашка, в зависимости от того, какое украшение используется, полностью меняется. Она может быть более строгой, менее строгой, более элегантной, более женственной и так далее. Это действительно удивительное свойство сочетания рубашки плюс любых украшений. Возьмите себе на заметку, рубашка плюс любые бусы, любые сатуары, короткие, длинные украшения на шею смотрятся прекрасно. Кстати, эта формула работает также. Любое украшение на шею плюс самая обычная белая футболка. Посмотрите, очень интересный прием, я часто о нем рассказываю. Это закрепить ремнем шарф и надеть, допустим, верхнюю одежду. Это для любителей шарфов, ремней, но кому, возможно, ремень не подходит в силу того, что выполняете так же, как и я в живот, и не всегда нужно. И хочется подчеркивать талию, которая слегка поправилась. Вот подобные сумки очень популярны. Я их часто показываю. Это марка Миланская, она достаточно новая. Но к радости многих, кто вяжет, а я знаю таких зрителей на моем канале очень много, такие сумки, конечно же, можно смастерить самостоятельно. Ручки продаются, по крайней мере, в Италии, в любом магазине, все для кройки и шитья. Снова новые коллекции, розовый цвет, немножечко мы, мне кажется, от него устали. Джинсы совершенно точно, можно говорить, не опустились, они до сих пор средняя посадка, либо высокая. Без шляпы никуда, и посмотрите, какой интересный прием. Достаточно спортивные, либо очень casual аутфиты и компоновки при помощи шляпы смотрятся по-новому. Очень стильно. Это на самом деле тот способ, та формула, когда хочется надеть шляпу, но не хочется выглядеть очень нарядной. Упрощайте ваш аутфит при помощи брюк casual, либо денима, при помощи соответствующей неэлегантной, неженственной, наверное, даже обуви. Мне очень понравилась эта витрина. Эта юбка напомнила мне юбку Максмара, которую я не купила, до сих пор жалею. Это было много-много лет тому назад. Коллекция, если я не ошибаюсь, была посвящена Мэрилин Монро. У них в Максмаре были вот такие стеганые юбки. Это марка Дуду. С этой маркой я знакома прежде всего как мама троих мальчишек. У моих ребят очень много одежды этой марки. Эта юбка мне очень понравилась. Магазин был закрыт. Я снимала в среду. Я обязательно зайду на сайт. Она стоит в районе 120 евро. Она стеганая. Она очень теплая. То есть она подходит для зимы. И, соответственно, если эта юбка там продается, я обязательно себе закажу. Кстати, мне очень понравилась и белая рубашка. Она тоже со скидкой. И, безусловно, можно носить такую белую рубашку весной и даже летом. Ну что ж, мои прекрасные зрители, на сегодня это все. Я с вами прощаюсь. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.